Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, отец Назарий. 22 марта 2024 года в городе Красногорск Московской области был совершен террористический акт. Нападение вооруженных людей на гражданское население в концертном здании Крокус-сити-холла. Во время этого нападения погибло не менее 145 человек и более 500 человек были ранены. Само здание в результате взрывов и пожаров было почти полностью разрушено. Как нам, христианам, реагировать на подобные проявления бесчеловечности и жестокости? И как победить тот страх и ненависть, которые пытаются посеять в наших сердцах эти террористы? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Воскресения Христова, села Воскресенка, Ирея Максимом Портновым. Максим, здравствуйте! Здравствуйте, отец Назарий! Отец Максим, как действительно нам реагировать на это? И вот просто поделюсь своими эмоциями, которые я переживал в тот момент. Мне нужно было готовиться к службе, к утренней, так как теракт произошел в пятницу, в субботу нужно было совершать литургию. Я помню, как вечером открыл новости и прочитал, сначала даже не понял, что происходит. Потом, когда стали появляться видео с места происшествия, с места теракта, то просто буря эмоций стала зашкаливать. Меня почему так? Что происходит? Как помочь? И эмоции противоречивы. Гнев, ненависть по отношению к тем людям, которые это совершали с особой жестокостью. И потом с утра, уже в субботу на литургии, когда мы стояли, мы молились просто со слезами за тех людей, которые погибли, за усопших, за тех, которые пострадали, за их близких, за родственников, чтобы Господь их укрепил. Мы как христиане, как люди, которые сопереживали той трагедии, которая произошла, это самое малое, что мы могли сделать на расстоянии, это помолиться Богу, чтобы Господь помог всем тем людям. И вот сейчас, когда эмоции более-менее уже поутихли, террористов этих поймали, с ними уже работу не один день ведут, и вот начинаешь все это переосмысливать, и люди подходят тоже, задают вопросы, что Батюшка, а как вообще реагировать на это? Начинают делиться тем вообще, как нужно поступить, делиться своими мыслями, как нужно поступить с этими террористами и так далее, и так далее. И, конечно, у нас возникает внутренний вопрос, а как нам нужно вести вообще себя в таких ситуациях? Как реагирует отец Максим? Скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, я тоже тогда скажу, что когда я эти новости тоже услышал и стал читать это все, то до часа ночи вообще заснуть не мог. Значит, я поздно заканчиваю в пятницу, у нас большая служба, акафист, беседа с прихожанами. Поэтому я уже под вечер приехал домой, стал это все читать. И вот, когда мы это все, скажем так, осознали, весь масштаб этой трагедии и то, что там произошло, естественным таким порывом у меня возникло желание вот сугубо помолиться. Дети еще не спали, вот. Вот. И я дочкам рассказал о ситуации, которая произошла не в подробностях, но в общих чертах. И говорю, давайте, девчонки, вот сейчас помолимся за тех людей, которые ранены, которые там где-то в этом еще не вышли все на тот момент из этого торгового центра. Значит, и вот мы встали на молитву и вот помолились, и уже вот после этого как-то немножко легче стало. Значит, и вот в вступительном слове вы очень правильно произнесли, что это вызывает страх. Дело в том, что этимология слова терроризм, оно взято из иврита и латинского потом уже языка. Терра – это как раз-таки страх, ужас, боязнь и так далее. И основная, одна из основных задач любого терроризма и таких вот террористических актов – это как раз сеяние ужаса, страха, нагнетания вот этой вот обстановки. И не только на тех людей, которые находятся непосредственно там, на месте этого события, но и в силу того, что сегодня есть большая возможность информацию доносить до практически любого уголка мира практически мгновенно, то, соответственно, и это все вот распространять дальше. Значит, второй момент – то, что наша страна, к сожалению, уже имеет этот печальный опыт террористических актов, кто постарше, те помнят начало 2000-х годов. И я очень хорошо помню, как мы действительно боялись. Мы боялись, что к нам в подвал кто-то зайдет, заложит, взрывались тогда дома. Непосредственно после этих событий мне ряд людей написали, что они боятся идти в какие-то торговые центры, где скопление людей находится. И по факту получается, что вот террористы в какой-то степени добились своего. Но и тут же можно сказать, что у них этого не получилось. Потому что то, как общество объединилось вокруг этой ситуации, после того, как первые, значит, события, которые были в новостях, улеглись и стали более детально рассказывать уже о тех людях, которые, оказывается, там помогали. Таксисты, которых бесплатно вывозили, значит, маршрутчики, скорые, которые приезжали, невзирая на то, что у них были выходные дни, врачи все поднялись. Я уж молчу о том, что как на следующий день и два, значит, километровые практически были очереди тех людей, которые хотели сдать кровь всем тем нуждающимся, когда огромные корпорации объединились и, значит, помогли людям, готовы были и продукты бесплатно раздавать и прочее. То есть я к чему это все говорю? К тому, что вот он и есть ответ, что страх, он побеждается противоположным действием, соответственно, объединением и любовью вот между собой. И вот лучшее, что получилось сделать, это вот сплотить людей, объединить вокруг этой трагедии, вокруг этой ситуации. Значит, и получается, что вот от этого отталкиваясь, человечество и может только и победить, потому что вся задача здесь заключается в чем? Ведь это и есть задача дьявола — посеять рознь между человеком и другим человеком, между человеком и Богом, то есть тот, кто разделяет. И вот в этом и есть лукавство, и сразу понятно, кто стоит за данным преступлением, то есть чьи копыта и рога торчат. И вот исходя из этого мы и должны давать соответствующий ответ, зная, что природа терроризма — это именно такое инферно, то есть когда человек впускает в свою душу вот эту тьму, когда он позволяет этой тьме овладеть и чувствами, и разумом, и сердце. И в самом человеке не остаётся тех естественных моментов, которые должны противиться этому злу. Я вот позволю напомнить, есть у нас замечательное произведение у Достоевского «Преступление и наказание». Я думаю, может быть, наши зрители помнят, что когда Родион Раскольников впервые услышал в своей голове, скажем так, вот эту мысль о убийстве вот этой бабки-проценщицы, то, простите, его вырвало. То есть вот эта мысль настолько была страшна, что организм человека как бы среагировал на противоположное действие, то есть отторгнуть эту мысль. Она ужасна, она даёт какой-то внутренний такой диссонанс. И естественная реакция человека была в первый момент именно вот такая. Но уже через некоторое время он уже сидел и продумывал план дальнейших действий. А вот у Достоевского есть ещё одно очень интересное произведение. Оно очень сложное, его нету в школьной программе. «Бесы». Очень такое необычное произведение. И так вот интересно в том, что название этому произведению было взято из Священного Писания, а точнее из евангельской истории о Годоринском бесноватом. Значит, прям кратенько напомню этот момент. Господь приезжает в некую область, и его встречают в одном Евангелии один, в другом там два бесноватых, то есть одержимых нечистым духом. И интерес этой истории, отличается эта история тем, что когда Господь заговорил с этим человеком, то он у него спросил, какое твое имя. И он сказал «легион». Это греческое понятие, которое говорит о количестве воинов в данной армии или группе. Вот в разные годы там количество варьировалось, но в целом это было от нескольких тысяч до десяти тысяч. Вот такое огромное количество вот этих злых духов населяло одного или двух этих одержимых людей. Так вот, впоследствии, когда они попросили, зная, что Господь выгонит их, чтобы им войти в стадо свиное, и вот это стадо, которое стало одержимым вот этими бесами, оно сбросилось с кручизны, значит, с крутого берега и погибло. То есть, опять же-таки, бесы напугали местных жителей вот таким вот действием. И вот Достоевский ввел такой эпиграф вот эту вот историю, показывая, откуда растут действия тех или иных сил, которые в итоге... То есть, весь роман, он как раз о террористах по факту и написан. И получается, что вот лучшее, что мы можем сделать, — это победить страх. Победить страх. Отец Максим, вот говоря о том, что лучшее, что мы можем сделать, — это победить страх. Как я понял из того, что вы сказали, в первую очередь речь идёт о том, чтобы пытаться пойти навстречу вот той беде, той трагедии, в том плане, чтобы пойти навстречу людям, которые там пострадали, то есть попытаться им помочь, попытаться сплотиться. Но как победить страх, который внутри тебя находится, который... с которым ты уже... Ну, не можешь просто справиться, потому что вот идёшь, да, и где-то там кровь сдаёшь, помогаешь, общаешься с людьми, а именно, который вот касается непосредственно тебя, когда ты находишься дома, когда ты читаешь вот эти новости, когда ты слышишь от близких, что кто-то из твоих близких тоже вот пострадал. Да, и речь сейчас идёт не только об этом террористическом акте, а вообще о том, что и в мире происходит. Как вот внутри справляться христианину вот с этим страхом, который просто наполняет порой? Ну, вот опять повторюсь, что, скажем так, природа страха, она именно вот взята... Есть понятие «естественное», а есть вот «сверхъестественное». Человек его, естественно, боятся за свою жизнь, за жизнь своих родных и близких, и это абсолютно нормальная защитная реакция нашего организма, и в этом нет ничего плохого. Наоборот, это показывает здоровость здоровость нашего рассудка, в первую очередь, потому что это рацио, рациональное понятие, здоровую реакцию нашего организма, то есть физиологическое. И в этом плане, если страх есть, как бы это странно, может, не прозвучало, значит, всё в порядке. — Я даже помню, есть такое выражение, что смелый человек — это не тот, у которого отсутствует страх, а это когда ты единственный, кто знает о твоём страхе. Вот это и есть смелый человек. То есть здесь можно вот так же придумать, да? — Да, совершенно верно. То есть это, ещё раз повторюсь, абсолютно нормальная, естественная реакция. Наоборот, нужно бить в набат, значит, если у тебя по какой-то причине нет страха, значит, что-то не в порядке. Где-то в каком-то моменте произошёл некий сбой. Другое дело, когда мы говорим о уже сверхъестественных вещах. То есть есть вещи, которые от нас зависят, а вот есть вещи, которые от нас совершенно и никак не зависят. И о чём здесь как раз идёт речь? Когда ты идёшь на улицу, ты априори доверяешь тому месту, в которое ты идёшь. Если мы ведём детей в парк, мы рассчитываем, что в парке хорошие люди, что там нету ничего опасного, что там, не знаю, какая-нибудь карусель, значит, она проверена. И ты уже внутри себя меньше боишься. И почему вот террористы идут именно в эти места? Потому что там человек, получается, менее готов встретить вот эту вот опасность. Одно дело, ты идёшь на какое-то производство, где там станки, машины, значит, какое-то движение есть, дорогу ты переходишь, или тем более ты едешь в зону проведения спецопераций и так далее. То есть там понятно всё. Ты сам внутренне себя там мотивируешь. То здесь получается наоборот. И вот в этом-то и есть вот эта вот инферность вот этого страха, что дьявол пытается нас убедить, что везде, где ты находишься, ты должен испытывать страх. И вот это становится таким нагнетающим фактором, который подавляет волю человека. То есть страх настолько сковывает человека, что он начинает бояться абсолютно всего, как у нас там порой говорят, собственной тени. И вот ещё количество этой информации, это всё вот в совокупности приводит вот к таким результатам. Так вот, тут нужно понять, как с этим действительно бороться. Есть вещи, которые ты не можешь исправить. Ты не можешь конкретно взятого человека, который, я не знаю, там, пьяным садится за руль. Ты не можешь его конкретно исправить. Ты можешь отвечать только за то, как ты конкретно сейчас переходишь дорогу или ты там садишься в общественный или там свой личный транспорт. Значит, и получается, что вот там, где ты можешь, ты можешь проявлять и бдительность, ты можешь, значит, что-то менять. А те вещи, которые от тебя не зависят, вот тут как раз и вступает в роль христианства. Потому что христианство прямо говорит «не бойся». Священное Писание и в Ветхом Завете, и в Новом Завете постоянно повторяет вот эту мысль «не бойся». Не бойся. Ты не должен бояться, потому что сам Христос говорит «мужайтесь, я победил мир». То есть вот эта вот возможность вмешательства Бога в нашу жизнь, оно и делает христианина человеком, который не боится. Он понимает, что есть вещи, которые зависят только от Бога. И вот отдавая Богу то, что я не могу изменить, вот тем самым мы как раз и делаем вот это вот самое главное. То есть мы отдаем Ему ту область, в которой мы сами ничего не можем сделать. И как внутренне это сделать в своем сердце? Опять же таки Священное Писание нам прямо отвечает. В любви нет страха. Вот если мы вот эту вот тьму, которая в сердце, освещаем евангельской вестью, как у нас Евангелие еще называется, благая весть или радостная весть, то тем самым внутри человека вот этот вот свет Христов, он освещает все внутреннее пространство, и страх изгоняется. Вот, может быть, прям чуть-чуть акценты сделаю наших зрителей на это. Может, это прозвучит банально, что вот, батюшка, вы опять говорите там, молись, постись и слушай радио Радонеж, или смотри нашу передачу, да, просто о вере. Но в этом-то и простота действительно Евангелия, что тут нет никаких сверхъестественных решений, куда-то нужно поехать, купить там автомат или еще что-то. Простота решения заключается именно в этом. Да, действительно, это именно так и работает. Если ты доверяешь свою жизнь, жизнь своих родных и близких Богу, то ты меньше начинаешь бояться всего того, что происходит в твоем мире, ты больше начинаешь доверять Господу Богу, и, соответственно, меньше начинаешь вот всего этого, от этого трястись, скажем так. Ну вот, отец Максим, собственно говоря, оттуда и порой вопрос у людей проистекает, что хорошо, вот я доверяю Богу, почему же тогда Бог не вмешался вот в эту ситуацию и не помешал произойти вот такому злу? Это очень часто вопрос, которым мы, священники в том числе, сталкиваемся. Почему Господь не пресек вот это зло? Почему Он не вмешался? Почему дал произойти вот такой трагедии? Ну, это вопрос очень открытый, потому что как посмотреть? Возможно, Бог там был, и, скорее всего, Он там был. И именно то, как люди себя проявили в этой критической абсолютно ситуации, закрывая своих родных и близких, мы знаем историю там одного инвалида, который какими-то непонятными, скорее всего, не совсем даже человеческими силами, с собой закрыл, там, по-моему, свою невестку. Вот, то есть он, по идее, на коляске был инвалидным, он не мог это сделать. То есть как это, прыгнуть или еще что-то. То есть, и вот тут-то как раз-таки то, что не могут сделать террористы. Они не могут Бога вычеркнуть из этого мира. Они пытаются принести вот это вот инферно, вот этот вот страх, вот эта вот боязнь. А Бог, наоборот, именно в этот самый момент близок к тем, которые испытывают страдания и страх. Почему? Да потому что наш Бог не где-то там, на небушке, и не знает, что происходит в этом мире. Более того, Он непосредственно здесь был, Он здесь жил, и непосредственно Он на себе самом испытал все то, о чем мы сейчас говорим. Весь этот террор, в общем понимании этого слова, значит, Он на своей собственной жизни испытал. Поэтому Христос как раз-таки там, где происходит та же самая ситуация. И Бог вмешивается в эту ситуацию, просто мы не всегда видим за трагедией те моменты, когда Он себя проявляет в этом мире. И тут очень сложная есть вещь, которую сложновато объяснить. Да и вообще, в принципе, вот то, о чем мы говорим, ну, наверное, до конца объяснить, и тем более понять и принять невозможно в принципе. Скорее всего, все равно найдется группа людей, которые будут говорить о том, что нет, надо вот всех покарать, всех, значит, там посадить, а лучше смертную казнь. И они по-своему правы. Также есть и другая группа людей, которые будут находить что-то другого плана, и они тоже по-своему абсолютно будут правы. Поэтому здесь невозможно будет угодить всем. Так вот, ответ на этот вопрос заключается в одной очень сложной вещи. Называется свободная воля. Дело в том, что Бог, создавая человека, Он дал ему абсолютную свободу. Такую, что вот кто-то из святых, по-моему, говорил, что свободная воля заканчивается богоубийством. То есть то, вот к чему мы сейчас идем, в Великий пост, который заканчивается у нас, Святая Четыридесятница заканчивается Страстной неделей. Там мы полностью проходим все эти моменты последних дней жизни Господа нашего Иисуса Христа и видим воочию, как это все произошло. Самая страшная трагедия, которая, возможно, была в мире, это богоубийство. Так вот, свободная воля простирается вплоть до богоубийства. И тут нужно понять, что вот этот вот терроризм, он начинается в конкретно взятой душе. Причем не где-то там, у кого-то по соседству, а непосредственно у меня лично. И получается, что так как в мир вошел грех, вошло зло, то в целом каждый из нас является по факту маленьким террористом, который в своем собственном маленьком мире устраивает террор. Вот возьмем, например, элементарно наших детей. Значит, вот у меня там дочке два года, младшей, да? Это маленький террорист, который постоянно устраивает какие-то козни, значит, когда она не хочет делать то-то, то-то, идти туда-то, куда я хочу идти, есть то, что я ей предлагаю и так далее. Это кажется странным, то есть о чем, батюшка, ты говоришь. Тут ребенок просто от каши отказывается или еще чего-то, а там мы говорим о массовом убийстве. Но на самом деле это и есть начало. Это отправная точка, сердце человека вроде два года. Мы же не учим наших детей злу, откуда в них это, откуда в них это все появляется. И вот христианство как раз-таки и дает на это ответ, что это все начинается именно с того, что находится в моем сердце. Так вот, задача христианина — победить зло. Но как это сделать? Мы не можем победить зло абсолютно во всем мире. Это в принципе невозможно. И, к сожалению, мы знаем, чем этот мир закончится. Достаточно открыть, значит, Библию в последней его части, которая называется «Апокалипсис». То есть мир идет именно в эту сторону. Но ты можешь победить зло в своем собственном сердце и не расширять зону вот этого терроризма дальше своих собственных внутренних каких-то моментов. То есть держать свой эгоцентризм какой-то, гордость, ненависть и так далее по отношению к тем людям, которые ты начинаешь. А мы сразу пытаемся схватить звезды с неба и дайте нам, пожалуйста, сразу все и вся. И вот сюда вот, пожалуйста, положить. Так не бывает. Поэтому начинается все именно с того, а что ты, друг, сделал по отношению к тем людям, которые тебя окружали. Вот если ты тут ничего не смог сделать, ну а о каком тогда мы можем говорить, о какой победе в целом, в мире? Это невозможно. То есть начинать надо именно с самого себя. Отец Максим, спасибо за слова утешения, за слова наставления. Дай Бог, чтобы Господь помог всем, кто пострадал от теракта, близким, родственникам, чтобы умудрил наших правителей, наши силовые структуры, чтобы найти всех виновных в этом террористическом акте и все-таки исполнить над ними справедливый суд. А нас всех укрепил, даровал терпение и мудрость в нашей жизни справляться действительно по-христиански с такими ситуациями. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангела всем хранителя с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok